здравствуйте друзья сегодня речь пойдет о наклейке кромки на дсп значит я уже говорил желательно заказать уже с кромкой чтоб кромка была наклеена в обычных условиях потому что в любом случае они это делают супер качественно главное что они это делают с кромкой пвх это пластиковая кромка она начиная по моему от 0 6 или даже от 0 5 до 2 до 2 миллиметров толщиной они клеют специальных станках кромка отделочных так называется у них это реально крутое оборудование она сама обрезает и края и все лишнее отрезаете делает сразу радиусочек то есть это таких примитивных условиях сделать сложно значит я расскажу о бюджетном способе наклейки кромки ее называют бумажная кромка но она конечно же не бумажная это значит она тоже скорее всего пвх она тонюсенькая называют ее бумажная у нее намесен клей на обратную сторону то есть она в принципе сразу готова к тому чтобы ее брать и клеить потому что кромку пвх можно самому приклеить допустим есть клея там такие как мирит бутерн можно на моему это будет отдельное кино я расскажу это в принципе хороший метод и действенный и я его применяю это как бы ликвидная штука мы сегодня говорим о бюджетном варианте наклейки кромки потому что она тоже имеет место быть потому что но если вы совсем что-то делаете простенькая или совсем скромный бюджет то вы можете самостоятельно закромить дсп и собрать него ну какое-нибудь изделие и в принципе шо вам сказать у меня есть самый первый шкаф который в жизни делал книжный он у меня дома ну конечно страшненький этом ошибок понаделал целую кучу так я поклеил его весь бумажной кромкой но уже ему наверно не знаю да я боюсь собрать но мы много лет кромка практически вся целая там буквально может в одном месте где-то на там чем-то зацепили я ну как-то она повредилась а в общем то она прослужила весь срок службы того шкафа шкафа пора уже на помойку но он с кромкой и кромка на месте хорошо там все лирическое отступление с чего начнем начнем начинать надо с того чтобы приготовить себе место значит ваша деталь должна стоять в таком вот положении и она должна быть зафиксирована не должна там шататься должна стоять четко в моем случае у меня верстак мне мега удобно у меня есть боковой прижим я себе поставил здесь под вымастил два кусочка на скамеечку положил и буду давить на эту сторону она у меня не упадет это обязательно если вы начнете там клеить кромка на вас едет и упадет или на бог новые кромка запортить и нервничать будете надо изначально подумать о том как закрепить деталь нормально на стояло не падало либо два бруска и струбцинами к салу ну это кто на что град надо обязательно закрепить дальше перед тем как клеить я беру какой-то брусочек ровный беру наждачку ту 120 и совсем легенько просто буквально пару раз прохожу по заготовке потому что после распила нет да нет где-то бывает какой-то маленькая там стружечка какая-то иголочка что-то вылазить она потом отпечатается на кромке ее будет видно ну и в этом месте может плохо приклеится так что можно этого не делать но это не сложно если вы это сделаете вы ничего не потеряете пришлись пришлись легенькой шкурочкой потом берете кромку открываете столько сколько вам надо ну с учетом там сантиметров 20 с одной стороны чтобы она висела сантиметров 20 с другой стороны она руками ломается все вот как бы вы готовы к тому чтобы клеить дальше но клеить будем один из методов самый распространенный самый 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 такой это утюг утюг лучше всего конечно чтобы это был какой-то стефлоновым покрытием он не пригорает и не палит кромку надо обратить внимание чтобы утюг был чист потому что кто придется быть распорителем греть утюг надо ну где-то на средних его оборотах чтобы он был мега раскаленный не надо потому что круг кромку можно спалить ну такой чтобы руку держать нельзя было и все этого принципе достаточно значит сейчас включил утюг он подогреется и начнем утюг нагрелся мы берем кромку ставим два пальца по бокам так чтобы ее спозиционировать по центру чтобы был свет в одну и другую сторону желательно разный берем утюг стараемся чтобы провод провод как правило всегда лезет сзади и пытается то что вы приклеили тут же оторвать надо следить за проводом поставили и пошли себя потихонечку утюг время от время надо чуть на край ставить чтобы он хорошо проклеил сам краешек потом можно тем же бруском пока мисс оно теплое хорошенько притереть ну вот в общем то кромка и наклеена немножко съехал в конце но это деталь не менее не нужна это просто остаток дальше надо буквально пару каких-то там не знаю может минуту дать и постоять чтобы она остыла так как холодно она уже практически остыла потом надо обрезать значит торцов краешки вы не поломались надо положить на что-то ровно и есть специальное специальное приспособление для того чтобы обрезать кромку с торца сможет взять стамеску поставить ровненько придавить и все она отрезалась с другой стороны можно канцелярским ножом у него нету здесь нету поставили прижали плотненько все далее надо положить так чтобы она самым краешком не касалась стола потому что если в данный момент подцепить она оборвется потом я беру сможет канцелярским ножом срезать можно но я вот допустим взял кусок ножа с фуганка это убитый нож и вот трещина пошла и она была не 1 то есть его вот вторая трещина значит я просто его направил оно не должно быть не сильно острое не сильно тупое как бы такое среднее состояние и чуть-чуть буквально чуть-чуть я вот эту вот сторону затыловал чтобы она объясню зачем чтобы она не врезалась и не сняла само покрытие дсп потом под углом то есть угол атаки должен быть не прямой а под углом чтобы она подрезала мы берем ловим плоскость этой частью нашей заготовки и потихонечку срезаем лишнюю кромку не так неудобно я стараюсь чтобы было видно она проводите пальцами, если где-то не доснялось, надо взять и еще раз пройти. Потом в обязательном порядке надо взять тот самый брусочек, наждачку и снять паску, потому что, если где-то будет цепляться, то обязательно, без вариантов, она зацепится и оборвается. Вот и все, вот кромка наклеена. Это самый привитивный и в то же время самый популярный метод, ну вот оно закромлено, как бы сразу деталь приняла такой вид ликвидный, прямо как настоящая. Еще один из методов наклейки кромки феном, строительным феном. Ну, как таково, им лучше, когда какие-то криволинейные, особенно внутренние поверхности, то есть феном возможно, возможно, а некоторые вообще-то отдают предпочтение утюгу и все клеят с помощью фена. Но вот тут уже у кого как лучше получается, скажем так. А сегодня мне вообще показали такую приблуду, сейчас вам покажу. У меня такой никогда не было, это не моя вещь, но оказывается такое чудо существует. Значит, сюда ставится фен, сюда одевается рулончик кромки, над он заводится сюда вот под ролик, у нее есть гильотинка, которая нажимается, она обрезает там ножом край кромки, но я с ней как бы еще не разобрался, она регулируется, там у нее целая куча регулировок, она выставляется по толщине вашей кромки и по толщине ДСП. Я когда с ней разберусь, я вам покажу, как она работает, но вещь такая, судя по всему, хорошая, продуманная. Ну, в общем, я считаю, что я все про кромку рассказал, про бумажную кромку, то, что я знаю, что вспомню, да расскажу. Так что на этом все, надеюсь, было полезно, кому-то полезно, кому-то вообще неинтересно, а кто-то напишет, да так вообще нельзя делать. Но я так делаю, и я вам говорю, оно работает. Так что на этом все, будем прощаться, до свидания, до новых встреч.